Продолжаем чтение книги «Слова подвижнические» преподобный Саксирин из «Духовной сокровищницы». Мы читаем с вами слово 56-е. Блажен, кто знает это, то, что мы ранее читали, и пребывает в безмолвии, и не тревожит себя множеством дел, но всю телесную деятельность заменил трудом молитвенным и верит, что пока трудится с Богом и на Него возлагает попечение день и ночь, не будет иметь недостатка в чем-либо необходимом, потому что для Бога удаляется от рассеяния и от труда. Если же кто не может пребывать в безмолвии, без рукоделия, то пусть работает, пользуясь рукоделием как пособием, а не для выгод и скоростолюбия. Рукоделие назначается для немощных, а для более совершенных оно бывает причиной смятения, ибо неимущим чтение греческого текста подтверждается древними переводами славянскими и сердцем, в сирийском тексте стесненным. И малодушным отцы положили заниматься работой, но никак делом необходимым. В то время как Бог внутренно приводит сердце твое в умиление, непрестанно твори поклоны и колено преклонения. Не попускай сердцу своему заботиться о чем-нибудь, когда дьяволы начнут убеждать тебя через помыслы, заниматься другими делами. И тогда смотри и дивись, что произойдет у тебя из-за этого. Ничто другое в подвижнических трудах не бывает так важно и трудно, и не возбуждает такой зависти в бесах, как если повергает кто себя перед Крестом Христовым, молясь день и ночь. И бывает связанными назади руками в сирийском тексте, когда человек днем и ночью лежит на лице своем, сосложенную назад руками. Хочешь ли не охладить своей горячности и не обнищать слезами, направь себя к тому, и блажен ты. Человек, если о сказанном тебе будешь заботиться день и ночь, и не станешь домогаться ничего другого, кроме этого, тогда высияет внутри тебя свет, и правда твоя возблистает скоро, и будешь как сад цветущий и как источник неоскудевающей воды. Смотри, какие блага прождаются человеку от подвижничества. Нередко бывает, что человек преклонил колено в молитве, и руки его воздеты к небесам, лицо устремлено на Крест Христов, и все помышления свои собирает он воедино в молитве к Богу. И в то время, как человек молится Богу со слезами и умилением, в тот самый час вдруг внезапно начинает бить сердце его источник, изливающий усложнение члены его расслабевают, очи закрываются, лицо поникает в земле, и помышления его изменяются. Так что не может он делать поклонов от радости, возбуждающейся во всем теле его. Обрати внимание, человек, на то, что читаешь, ибо если не будешь подвизаться, то не обретешь, и если не будешь с горячностью ударять двери, непрестанно бодрствовать, то не будешь услышан. Кто, слыша это, пожелает внешней праведности созерцательной, кроме неспособного пребывать в безмолвии, впрочем, если кто не может упражняться в безмолвии, потому что благодатью Божией дается человеку быть внутри двери келии, то пусть не оставляет другого пути, чтобы иначе не лишиться обоих путей жизни, той жизни деятельной и созерцательной. Пока внешний человек не умрет для всего мирского, не только для греха, но и для всякого телесного делания, а также и внутренний человек для лукавых мыслей, и не изнеможет, естественно, движение тела до того, чтобы не возбуждалась в сердце греховная сладость, да то ли и сладость Духа Божия не возбудится в человеке, члены его не примут чистоты в жизни сей. Божественные мысли не войдут в душу его и пребудут неощутимыми и незримыми. И пока человек не упразднит в сердце своем попечении о житейском, кроме необходимых потребностей и естества, и не предоставит заботиться о всем Богу, да то ли не возбудится в нем духовное упоение, и не испытает он того утешения, каким утешался апостол. Послание Галатов, смотри, 2 глава, 20 стих, и 2 Коринфянам, 12 глава, 3-4 стих. «Сказал же я это, не отсекая надежды, будто бы если кто не достигнет верха совершенства, то не сподобится и благодати Божией, и не встретит его утешение». Ибо действительно, когда человек презрит неуместные, в сирийском тексте отбросит от себя грехи. И совершенно удалится от всего и обратится к добру в скором времени, ощущает помощь. Если же употребит и несколько усилий, то найдет утешение в душе своей, получит отпущение грехопадений, сподобится благодати и примет множество благ. Впрочем, он меньше в сравнении с совершенством того, кто отлучил себя от мира, обрел в душе своей тайну тамошнего блаженства, достиг того, для чего пришел Христос, ему слава, с Отцем и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Если Бог даст, завтра будем продолжать слово «57». Субтитры создавал DimaTorzok